В зале районной администрации прошла пресс-конференция главы Северского района Андрея Дорошевского. На встречу с главой пригласили журналистов краевых и районных изданий. Они смогли задать ему вопросы, касающиеся развития промышленности в районе, туризма, малого бизнеса и социальной сферы. Интересовали журналистов и злободневные вопросы – влияют ли на Северский район санкции. Условия пандемии, которые были, они нас во многом подготовили, можно сказать, к санкциям. Таких каких-то трудностей нет. Предприятия работают не закрыты, люди на рабочих местах. Все меры поддержки оказываются. То есть безработицы нет, производство работает, выпускают товары, поля сеются, возделываются. Поэтому все работает у нас. Вопрос теплоснабжения всегда остро стоял в муниципалитете. У Андрея Дорошевского большие планы по модернизации коммунального хозяйства. В поселке Ильском были построены две блочно-модульные котельные. В этом году, в 22-м, мы уже вошли в программу по строительству двух новых блочно-модульных котельных в поселке городского типа Черноморский. Мы планируем большую часть теплового комплекса модернизировать в ближайшие 10 лет. Глава района ответил на вопросы журналистов о реализуемых программах. Большое внимание уделили программе формирования комфортной городской среды. Очень хорошая программа, которая помогает поселениям благоустраивать территории. У нас два больших проекта. Один из проектов – это реализация благоустройства центрального парка ПГТ Афибского. Стоимость проекта порядка 32 миллионов рублей. Второй у нас большой проект – это порядка 52 миллионов рублей. Наш северский парк, часть парка, так называемый «Островок». Встреча с журналистами прошла в дружеской и непринужденной обстановке. Андрей Дорошевский подчеркнул, что все, что делается в районе – на благо будущих поколений. По большому счету, все, что мы делаем, мы делаем не для себя, мы делаем для своих детей, для своих внуков, которые будут потом здесь жить. И не хотелось бы, конечно, чтобы потом вспоминали какими-то плохими словами. Потому что все-таки честь рода, честь фамилии для нас, для каждого – это важно. Продолжение следует...